Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Они крутые, наглые, хитрые Они хотят закончить Олимпиаду, подаваться и всего мира А в понедельник посадить ни в чем не повинных людей Я, честно говоря, надеялся, что нас сегодня здесь будет больше И тем не менее, соглашусь с Михаилом Ходорковским Который сказал, что очень важно выходить, независимо от числа Потому что нельзя давать им возможность думать про нас, что мы быдло Они ведь так и думают на самом деле Поэтому я хотел бы вас призвать, дорогие друзья Не боясь нарушить драконовское законодательство Российской Федерации и Петербурга В понедельник, когда, скорее всего, к сожалению, будет объявлен приговор Не сидеть дома Позвать друзей, родных и близких Формат нашего участия Где мы согласуем в социальных сетях Главное, чтобы было одно место, чтобы никто на себя одеялся Потому что здесь нет политических проблем и разногласий Здесь вопрос подлости и совести И все, у кого есть совесть, независимо от убеждения, должны собраться Обещаю вам, что я, как депутат Мои коллеги депутаты и сторонники гражданской платформы Надеюсь, и другие люди Тоже придут для того, чтобы дать возможность выразить наш протест Так было уже, когда объявлен был приговор Алексею Навальному Нельзя бояться Нельзя делать вид, что нас мало и ничего от нас не зависит Ни кто не знает, каким долгим будет наш путь Но я считаю, что любой из нас сегодня руководствоваться должен одним принципом Делать, что должен Давайте делать то, что мы должны Будем людьми, не будем пытвом Будем показывать власти Нас невозможно запугать, невозможно застроить Мы всегда будем на страже добра и справедливости Спасибо, что пришли Спасибо Мы сегодня проводим акцию солидарности с теми, кто пострадал в массовых беспорядках, устроенных полиции в городе Москве Вы знаете, как все происходило Вы люди грамотные Читаете, смотрите интернет Наверное, читали и расследования независимые И все понимают, что те люди, которые сегодня находятся в заложниках у этой власти Ни в чем не виновны Да, действительно, у нас сегодня немного Но мы сами заявляем такой формат В понедельник, конечно, может собраться народный сход или на встречу с депутатом Но я полагаю, что настало время и в нашем городе вспомнить, что нас много Пора заявляться в больших форматах В маршах, в больших митингах Хватит отсиживаться по квартирам Иначе будет то, что происходит сейчас в Украине Власть совершенно зажравшаяся, олигархическая Заметьте, там защищает вовсе не... Почему народ выступает там? Потому что там вся эта кучка олигархов, которые управляют страной Во главе с Януковичем, который тоже стал олигархом Поэтому их никто не будет защищать Это тварь взорвавшаяся, которая пытается удержаться даже кровью у власти Чтобы не допустить такого же в нашей стране Я думаю, что нам нужно собираться на мирные массовые протесты И показывать, что пора менять эту власть Пора и в нашей стране тоже назначать досрочные перевыборы И Государственные Думы, и Президента Пока не довели до гражданской войны Это был бы, наверное, самый лучший вариант Поэтому я считаю, что пикет пикетом Но в ближайшее время по исходу, по итогам болотного дела По приговору мы должны петербургцев поддержать по-настоящему этих людей Какого бы приговор не было Они два года сидели там ни за что Поэтому я полагаю, что коллеги из оппозиции В ближайшее время соберутся и запланируют большое, хорошее действие Которое покажет настоящую пикетинскую солиданность Со всеми полицейскими в нашей стране Я хочу сказать, что с 18 февраля еще новый судебный процесс идет По делу Сергея Удальцова, Леонида Разбожаева Возможно, к ним еще и Алексея Гаскарова добавят Это значит, что мы должны будем продолжать эти акции Но, вот здесь мы все собрались действительно разные, с разных сил И под впечатлением, конечно, киевских событий, трагических, с чего мы начали Но я хочу сказать, что именно в единстве всех оппозиционных сил наша сила Наши возможности И, конечно, все события политические, революционные Всегда развиваются по спирали Накад, спад и так далее Мы сейчас в точке спада Но я уверен и убежден, что мы не только повторим опыт 11-12 года Когда десятки тысяч людей разных взглядов выходили Но мы в большей мере повторим эти события и добьемся успеха И я хочу закончить еще одной мыслью Вот опыт Киева показывает, что все-таки важны еще лидеры Которые ответственны, которые контролируют ситуацию Которым доверяет народ Ну, я имею в виду тот народ, который выходит на площади Без этого тоже нам, наверное, не добиться успеха И я заканчиваю тем-то музыком Вместе победим Спасибо Хотел бы немножко поспорить с предыдущим оратором Мне кажется, что все-таки главные не лидеры, а главные люди И опыт Киева и всех других событий показывает, что на самом деле Самые ценные это люди И мне кажется, люди, которые живут в России Они не менее, скажем так, а, можно сказать, более развитые и свободные Просто, может, не настал еще момент, когда пошла точка кипения Следующим хотел бы дать слово представителю новой партии Альянс Зеленых стал демократом от Передовыдов Здравствуйте, товарищи То, что произошло сегодня И нашим товарищам вынесли, по сути, обвинительный приговор Это позор для нашей страны Этот приговор является приговором к существующей системе Я не хочу читать долгих речей Хочу сказать важный лозунг, прошу меня поддержать Банду Путина, бацут! Банду Путина, бацут! Банду Путина, бацут! Банду Путина, бацут! Спасибо, товарищи Здравствуйте, друзья Свободные граждане Санкт-Петербурга Все мы сейчас задаем себе вопрос Какой будет приговор? То, что он обвинительный, никто из нас усомневался Они не могут сказать, что отпустить невиновных людей Они должны обязательно их обвинить Но будет он условный или безусловный И сколько они будут лет сидеть Вот что волнует Когда садили девочек с Путина, каждый думал Это ненадолго Что пройдет какой-нибудь год, может быть И эта власть затрещит во швам Этого не произошло А сейчас, наоборот, кажется, что все спокойно и все нормально Но, господа, главное подумайте, что будет Что было на Украине Я там был у брата буквально летом Было сплошное разочарование У всех опустились руки Никто ничего не предполагал И вот, что сейчас мы наблюдаем Как эта власть полностью показала воровское свое рыло И как все теперь отворачиваются от Януковича Как ему даже руку не подают А всего-то надо было Закрыть им счета И сказать, что больше им не будет То же самое боится и нынешняя власть И как быстро побежали регионалы Сразу же стали независимыми Как только хватило, что их деточки Которые там на Западе учатся Или имеют квартиры Что они к ним не смогут поехать Поймите Истинные патриоты находятся здесь Среди нас Те, у кого счета там Они не патриоты И сколько бы им не дали Этим невиновным людям Нам главное Как можно больше выйти После приговора И тогда Возможно Власть попятится Как она попятилась 18 июля Этого года Свободу невиновным Свободу невиновным Свободу невиновным Свободу невиновным Спасибо Здравствуйте Друзья, братья, собратья Со сестры Ну что говорить Все страшно Я был Вот С ребятами тоже На болотной И поэтому Опять же Все здесь И спасибо всем Кто пришел Чтобы поддержать Потому что Как-то стыдно Стыдно сдавать Да, ребят? Надо их поддержать Вот Посему Посему Давайте вместе споем Песню Как получится Хорошо Да нет Вот так Сначала Позитивно Если праздник приходит Назначенный час В каждой доброй стране У любого из нас Если хочется счастья Прямо здесь и сейчас Ну чего еще Может быть проще Одеваем наряды И песни берем В одиночку Попарно Втроем Пятером И вливаемся В этот Людской водоем И все вместе Выходим На площадь Люди Выходят На площадь И со мной еще раз Люди Выходят На площадь Но эти добрые Дни Так как люди Они Эти люди Выходят На площадь Но когда над страною Смущается брак И не то и не те И не там И не так И отчетливо видят Зажравшийся враг Разворяющий Пашни и рощи И культура И опричний глуминца И царь не в уме Если честные люди Томятся в тюрьме А культура Как дура Немене Так и знай Люди выйдут На площадь И Люди Выходят На площадь Еще раз Люди Выходят На площадь В эти смутные дни Чтоб не быть им Одним Эти люди Выходят На площадь Приготовься Диктатор Палачий Подлец Не спасет Небя стража Забор и дворец Если пройдет Прилел И терпеть У конец И плевать Снег Свинец Или дождик Только выйти На улицу Горь Вернем Для начала С плакатов А после С ружьем Разобраться С преступным Жульем Не варьем Так и знай Люди Выходят На площадь Да? Да И Люди Выходят На площадь Люди Выходят На площадь В эти черные дни Так как люди Они Наши люди Выходят На площадь На дворцовую площадь На сенатскую площадь На болотную площадь На майдан И на майдан Ну я думаю Что мы не можем Вот так вот Собравшись По одному поводу По другому поводу Пару строк Не спеть Я имею ввиду Есть хорошая песня Об олимпиаде И ее хочется спеть И мы эту песню Возможно С кем-то из ребят Идя по болотной Идя на болотную Может быть Кто-нибудь из них Ее и подпевал Потому что она там 6 мая пелась Песня о развитии Лыжного спорта Правда не в Сочи А в Багадане Идет Вы готовы? Я думаю Текст все уже знают Ясно всем Как два Всем ясны Все время Будут на первую Всем ясны Как дважды два Этой песен и слова Вот уже 13 лет Напевают всей куплет Юрюбинск и Москва Какой куплет? Будет лыжи Багадан Будет лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Поем с душой Путин лыжи Багадан Ясно всем Как трижды три От Уфы И до Твери Знает Питер И Чечня Эти выборы Фигня Он и Чуров Нам не ври Путин тоже И Путин лыжи Багадан Молодцы Еще раз Путин лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Ясно всем Ясно всем Как пятью пять Нас желают Обмануть Голосуй, не голосуй Получаешь Медве путь Но мы будем Напевать Все вместе И очень дружно Что будет Путин лыжи Багадан 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 Потерявшись Стыд И честь Поэтому Что? Путин лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Путин лыжи Багадан Ясно всем Как семь Это власть Не власть Совсем А кто здесь Власть Да мы здесь Власть Самозвание Страна Власть Помоги Тебе Хужей Путин лыжи Багадан 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 Чтобы что-то так случилось Чтобы оскоряне выжили Чтобы это все Протащило Через суд Постановление Чтобы на Невском проспекте Вот эти вот Я не знаю Вот эти Бордюры Из таких Из маленьких цепей Превратить В оцинкованные заборы Чтобы застроить Весь Невский проспект Метровыми заборами На самом деле Это уже Не на первой улице Такая история происходит На многих улицах Это уже сделать Как вы думаете Почему это происходит Именно сейчас Зачем нужно Огораживать улицы Чтобы люди Не могли выходить На дорогу Там где не надо Они конечно вам скажут Что на Невском Постоянно гибнет Куча людей Они выбегают И сбивают машины Но это не так Я вам скажу Они уже Приготовились Город Петербург Превратить В концлагерь Они всю страну В концлагерь Собираются превратить Вот что они Нам уготовили На Украине Люди против этого Сражались Можно как угодно Относиться С тем возглавным Которые были там Но факт Что все началось После того Как там Решили Принять законы Вот эти Антиэкстремистские Дебильные Когда люди Можно было бы Сажать в тюрьму За то что он вышел На митинг Или сказал что-то Не то Вот против чего Люди вышли А мы с этими законами Живем Уже несколько лет И недавно Их еще более усилили Еще больше добавили Наказания И молчок И никто не пикает И они В Кремле Думают Что они все правильно Делали И делают Давили И давить будем Так что Я бы не стал Обманываться Насчет Мирного протеста Вот практика Показывает Последние Лет Что они Смеются Над нами Они только Еще хуже Нам сделают Поэтому Я думаю Нужно сделать Из этого Правильные выводы К чему мы Должны прийти Если с нами По-прежнему Будут обращаться Как с последним Скотом Сделать эти выводы И действовать Сейчас все Время Очень сильно Ускорается И в ближайшие Несколько лет Серьезные Перемены Произойдут И они будут Зависеть В том числе От вас И в первую Очередь От вас И я надеюсь Что мы победим Слава России Слава России Много людей Которых Такие репрессы Наоборот Толкнули Они Увидев то Неспроведливость Которая происходит К активистам Они наоборот Пришли в протест И отчетных людей Вадим Смодольский Спасибо друзья Во-первых Хочу поблагодарить Всех Кто сегодня Вышел сюда Сегодня Очень много Говорили О вкусном А я хочу Сказать Друзья Обнаружил О том Что мы с вами Уже добились А наша жиренковатая Вороватоя власть Всячески пытается Делать репрессии Но Что мы видим Уже полтора года Гражданство Общества в России Не сдается Люди выходят На мизинги На пикеты На марши Практически Каждую неделю Слышим На пикетах На пакетах В разных частях Страны Многим кажется Что к этому Это ничего не дает Что Люди Как саде И так и садят Но я хочу сказать Ребята Сдаваться не надо Мы знаем Что Власти Несмотря на Ее сопротивление Пришлось Освободить Михаила Подарковского Платона Ребедева Эти люди Десять лет сидели В тюрьме И все десять лет Мы боролись За то Что они Рыщие И власти Пришлось Отпустить А Пришлось Отпустить Активистов Arctic Sunrise Когда просто Мирно Пухолого Побили Пиратами Пришлось Отпустить А К счастью Отпустили Чем часть Федерата Болотного Дела Но Для меня выступал Данил Кернбрайна Данил Кернбрайна Что наша борьба Продолжается А что из этого Всего можно сделать Какой вывод А очень простой Что не надо Вешать нос Как говорится Не надо сдаваться Надо действовать Надо вводить На эти акции И вот я Владимир Супадойский Вам заявляю Что я буду вводить До тех пор Пока Последнего Лузника Болотной Не отпустит Из тюрьмы Потому что Главное Болотное Дело Приголов Невиновное Мы знаем Что эти люди Невиновные Правда На нашей стороне И мы должны Выходить Выходить Смело Не бояться Спасибо Друзья Власть В том числе Судебная Которую мы Не можем Уже больше Познавать Дала нам В общем Понять Кто мы есть Но мы Знаем Об этом Гораздо лучше Ее Я думаю Что Наша Задача Работать Не только Раз в полгода Выходя На прогулки Но и В течение Всего этого Времени Мне кажется Мы Недостаточно Работаем И поэтому Нас здесь Немного Но Все Кто Здесь Мы Все Уверены В том Что Наша Страна Будет Свободной Может быть Это будет Не через год Не через два Может быть Будет Через 10 лет Но это Наша Страна Это Наш Город Мы Не уйдем Да Вы Не уйдете Хороший вопрос Куда Мы Не уйдем Мы Не уедем Из этой Страны Мы Не перестанем Выходить На акции Протеста Не перестанем Бороться С этой Властью И Россия Будет Свободной Россия Будет Свободной Россия Будет Свободной Но Несколько Наверное Это мы Будем Завершать Наш Питинг Как вы Знаете Приговор Еще Не оглашен Мы знаем Увертит Что Он Виновен Но Какие Конкретно сроки будут вынесены, мы узнаем только в понедельник утром в 10.30 наши многие товарищи, мы включим, встречаются около здания суда, чтобы поддержать я уверен, что мы в понедельник также найдем место в Петербурге чтобы выразить свое отношение к тому приговору, который будет я думаю, что мы с вами встретимся, спасибо большое что вы пришли, как правильно сказал Владимир Львович Россия будет свободной спасибо вам Россия будет свободной Россия будет свободной Россия будет свободной Спасибо